МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Водителя грузовика, который сбил девушку-пешехода, судят в Златоусте. Негодую, варвары, ну что, воспитывать уже. Фонтан разгромили в Миасе. Пропала в Челябинске. Накануне девушка ушла в школу, но на уроках так и не появилась. На связь с близкими не выходит. Телефон недоступен. Мама пропавшей бьет тревогу. И они даже не знают, где она может быть и с кем она может быть. Родные уже опросили всех друзей и подруг. Но никто ничего не знал. Женщина рассказывает. Днем школьница пошла на уроки, но в классе так и не появилась. Домой тоже не вернулась. Пошли искать еще своими силами. Обошли здесь поселок весь. Старшая дочь со своим другом обошли. Я пешком, они на машине объехали. Вернулись домой, никого нет. Время было уже 12 часа, и все. Я уже позвонила в милицию. На звонки пропавшая не отвечала. Телефон был недоступен. По словам матери, раньше девушка из дома не убегала. Это первый раз. Что случилось с ребенком вообще не знаю. Всегда такая позитивная, улыбчивая, но шутница она у нас. И никаких зацепок. Школа всего в двух минутах ходьбы от дома. И что могло случиться за это время? Дома девушка не появлялась целые сутки, и буквально несколько минут назад выяснилось, что школьница нашлась. Пришла домой к родственнице в другой район города. Где была до этого, сейчас выясняется. Тем временем в Каштыме задержали наркоторговца. На след мужчины полицейские вышли, когда поймали его покупателя с марихуаной. С собой мужчины было чуть больше половины грамма. И вот кадры задержания. У одного из задержанных при себе находился сверток с наркотическим веществом марихуаной. Общей массой 0,68 граммов. В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий был установлен и задержан 40-летний мужчина. Местный житель, ранее судимый, который сбыл данное наркотическое вещество. При личном досмотре у него обнаружена изъята марихуана. Общей массой 5 граммов. Мужчине, которого подозревают в продаже наркотиков, грозит до 8 лет лишения свободы. Он теперь под подпиской о невыезде. На покупателя оформили административный протокол. Он может оказаться за решеткой максимум на 15 суток. Переходим к дорожным ЧП. На трассе в Аргояжском районе смертельная авария. Под колесами автомобиля в темноте оказался пешеход. Подробности об этом и других ДТП у Елизаветы Болдыревой. На трассе в Аргояжском районе 24-летний водитель Митсубиси сбил пешехода, 38-летнего мужчину. Он шел вдоль дороги в одном направлении с машинами. От удара скончался на месте. Известно, что все произошло вечером, когда на улице уже стемнело. Водитель мог просто не заметить человека на пути. В кадре из Снежинска 34-летний водитель Тойоты ехал по второстепенной дороге и не уступил проезд автомобилю Рено. Эта машина двигалась по главной. Иномарки столкнулись. От удара Рено отбросило в припаркованный автобус. По данным ГИБДД, 60-летний водитель французской иномарки получил травмы. Челябинск, проспект Победы. Здесь водитель 86-й маршрутки вылетел навстречку, протаранил две припаркованные Тойоты. От удара одна из них продвинулась и стукнул автомобиль Киа. Он протаранил УАЗ. По данным ГИБДД, 42-летний водитель микроавтобуса скончался по дороге в больницу. Точные причины аварии пока устанавливаются. На той же улице вспыхнул грузовой форт. Это произошло около восьми утра. По словам очевидцев, автомобиль вспыхнул прямо на ходу. Благо, водитель не растерялся. Он остановил машину и вызвал пожарных. На улице Гагарина в Южноуральской столице, по словам автоинспекторов, водитель Лады при повороте налево не уступил дорогу и столкнулся со встречным автомобилем Тойота. Травму получили три человека, в том числе двухлетняя девочка. Известно, что малышка ехала в детском автокресле. Сейчас проводится административное расследование. А это Магнитогорск. На кадрах видно. Хозяин регистратора едет по своей полосе. Но справа мчит легковушка. Машина выехала навстречу. Водитель, видимо, объезжает трактор. Благо, аварии удалось избежать. Тем временем, миасские автоинспекторы провели операцию «Тоннель». Цель данной операции – это выявление водителей с нетрезвым состоянием и с явными нарушениями ПДД. То есть, тонировка, отсутствие документов соответствующих. Принцип прохождения – это из потока полностью отсекается транспортный поток с первой или второй полосы. Движение направляется в тоннель. Дальше инспектора проверяют документы, общаются с водителем. Ну и выявляют признаки алкогольного опьянения. Всего за время рейда выявлено 42 нарушения. В том числе пойман один нетрезвый водитель и два бесправника. Елизавета Болдырева, УТВ. Тем временем в Златоусте судят водителя грузовика. Летом мужчина на пешеходном переходе сбил 19-летнюю девушку. Она попала в больницу. Но претензий к водителю-многотонника у пострадавшей нет. С мужчиной она встречается в зале суда. Это кадр с места ЧП. Вот та самая фура, которая сбила девушку. За ней тянутся следы протектора в шин. Водитель явно экстренно тормозил. На асфальте пятна крови. От удара пострадавшая сломала кисти обеих рук и ногу. Попала в больницу. Теперь водитель и та самая девушка встречаются в суде. Сидят рядом на одной скамье. Претензий друг к другу нет. С доводами адвоката в суд согласился. Пострадавшей девушке водитель грузовика выплатил 200 тысяч рублей. Гадавство потерпевшего удовлетворить уголовное дело отношения перепенка Григория Дмитриевича. Добавлю, решение суда еще может быть обжаловано. Тем временем в МИАСе разгромили фонтан, оторвали часть конструкции. Кто это сделал, пока неизвестно. Инцидентом уже заинтересовались правоохранители. Отломана верхняя часть фонтана. Вместо нее просто торчит шланг водопровода. Согласитесь, выглядит некрасиво. Жители МИАСа негодуют. Этот фонтан на реконструкции. Новый корпус сделали всего месяц назад. Негодую. Варвары. Ну что, воспитывать нужно. Я возмущена очень. Настолько невоспитанность наша. Надо в школе или как-то все равно детям прививать вот эту воспитанность. Сломанным фонтаном заинтересовались в администрации города. Глава округа взял ситуацию под личный контроль. Полиция проводит проверку. В отделе МВД России по городу МИАСу инициирована проверка. Сообщение зарегистрировано в книге учета сообщений о преступлениях. По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение. Добавлю, реконструкцию фонтана начали в октябре этого года. Было решено, что восстанавливать старую конструкцию не имеет смысла. Почти единогласно жители проголосовали за установку нового корпуса. Летом следующего года планировалось завершить благоустройство территории и запустить фонтан. Сейчас решается вопрос о восстановлении испорченной части конструкции. Тем временем в Троицке деревянный дом объяло пламя. Огонь распространился за считанные минуты. Огненные вспышки видны были издалека, ведь все это происходило поздно вечером. Жители города предполагают, что причина ЧП поджег. Пламя вырывается из каждого окна. Охватило весь дом изнутри и снаружи. Известно, что здание заброшено. В нем нет ни электричества, ни водоснабжения. Очевидцы вызвали пожарных. Приехало две автоцистерны и 10 человек. По данным МЧС, пострадало 7 квадратных метров крыши. Стены сгорели на площади 15 квадратных метров. Точная причина ЧП устанавливается. Предварительное неосторожное обращение с огнем. И в конце выпуска кадры из поселка Рощина. Там камера наблюдения сняла, как отец подает плохой пример собственному ребенку. Буквально несколько метров не донес пакет с мусором до свалки. Оставил мешок просто рядом с магазином. Чисто не там, где убирают, а там, где не сорят. Это те самые кадры. Мужчина с ребенком идет вдоль дома. Оставляет пакет возле урны и заходит в магазин. Можно предположить, что пакет житель Рощина положил сюда на время, чтобы не заходить с ним в торговую точку. Но нет. Отец с ребенком уходят. А мешок так и остается лежать. Видимо, чтобы кто-нибудь другой убрал. В комментариях к видео Рощинцы негодуют. Ведь до мусорки здесь всего несколько метров. Нетрудно донести. Однако, по словам пользователей сети, за пакетом мужчина все-таки вернулся и выбросил его сам. Это все, о чем я успеваю рассказать. В студии был Евгений Насыров. Увидимся на ОТВ. А после смотрите новый выпуск программы «Есть вопрос». Гость в студии – заместитель генерального директора управляющей компании «Юж-Уралстройсервис» Наталья Батракова. Она расскажет о том, как выбрать надежного застройщика при покупке жилья. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова